2023 год станет отличным годом для тех, кому интересна история Overwatch. Во-первых, в этом году наконец-то выйдет сюжетная PvE кампания, а во-вторых, выйдет сразу две книги, в которых будет очень много лора. Давайте разберем эту пачку лорных новостей и немножко погадаем, чего можно будет ждать в плане сюжета. Но прежде чем мы начнем, я хочу в очередной раз поблагодарить патронов на Бусти, которые помогают каналу на уровнях Феникс и Повелитель Огня. Это Элоун, Богач, Каманов, Слайро, Александр Андреев, Кирилл Котлеров, Ренат Хафизов и Стив. Спасибо им большое за поддержку. Если вы хотите помочь каналу, то ссылка на Бусти будет в описании. Итак, первая лорная книга, которая выйдет в этом году, будет называться Overwatch Declassified, то есть Overwatch рассекречена. Это будет энциклопедия лора игры на 208 страниц. В описании книги на Amazon сказано, что в ней будут рассекреченные отчеты о миссиях Overwatch, а также схемы оружия, красочные арты и многое другое. Писатель Шодан Магуайр в сотрудничестве с Blizzard собрал воедино историю Overwatch, которая была рассказана в комиксах, синематиках, рассказах и внутриигровых миссиях. Вроде звучит неплохо, но как-то очень знакомо. Помните, был такой путеводитель по миру игры Overwatch? Он еще выходил на русском языке. У меня была такая книга, и в ней, по сути, тупо перепечатанная история героев с официального сайта Overwatch. Да, там было несколько дополнений, но они были прям совсем небольшие. Для новичков, которым лень открывать сайт, такая книга была норм, но для тех, кто глубже интересуется лором, путеводитель был, по сути, бесполезным. И по описанию, вот этот новый Overwatch Declassified на него очень похож. Мне кажется, там не будет много какой-то новой и уникальной информации. Отчеты о миссиях, ну, их так-то выкладывали в соцсетях во время архивов. Например, если покопаться, можно найти аудиозаписи с допросом Максимилиена или кусочки отчетов о мятеже на Кингсроу. Схема оружия. Мне сразу вспоминается схема винтовки Аны, которую тоже выкладывали в соцсети, правда, очень много лет назад. То есть большую часть инфы из этой книги вы, скорее всего, сможете найти бесплатно, просто хорошенько покопавшись в соцсетях Blizzard, ну, или заглянув на Вики. Вопрос тогда, за что платить 75 долларов? Для книги на 200 страниц это очень высокая цена. Например, романы про Эш и Арису стоят по 12-13 долларов. Даже последняя книга Соджорн стоит 37 долларов, а в ней даже побольше страниц. Возможно, я ошибаюсь, и Overwatch DECLASSIFIED станет прям библией лора для Overwatch. Может быть, эта книга закроет все сюжетные пробелы и упорядочит историю Overwatch как организации. Но пока у меня насчет этой книги серьезные сомнения. Обложка у нее красивая и довольно интересная. Смотрите, на ней с гигантским роботом сражаются Соджорн, Батист, Мэй, Дива и Фара. Из серии комиксов «Свежая кровь» мы уже знаем, что Батист, Дива и Фара вступили в новый отряд Overwatch. Но по канону они еще не встретились с Соджорн. Возможно, это намек на будущую миссию? Такой гигантский робот появлялся на официальных концептах к PvE-миссиям, но непонятно, где он находится. Высокие здания могут быть где угодно. Например, в Сингапуре, где когда-то поймали кулака смерти. Или в Нумбане и Рио. Но тогда странно, что на обложке нет Арисы или Лусио. Overwatch Declassified выйдет 28 июля. Релиз этой книги переносили аж два раза. Сначала ее хотели выпустить в ноябре прошлого года, а потом перенесли на октябрь 2023. Ну а теперь решили релизнуть пораньше. Возможно, эти переносы ничего не значат. Но может быть, это намек на то, что PvE выйдет раньше, чем мы ожидаем. А вот вторая лордная новинка куда интереснее. 17 октября выйдет сборник из восьми новых рассказов. Пока известен синапсис только четырех. И все они очень даже интересны. Один рассказ будет про Ханза и нападение Нум-Сектора на Токио. Синапсис звучит так. На Токио обрушился дождь из десантных капсул Нум-Сектора. В это время Ханза слышит призрак своего отца и встречает кое-кого знакомого. Нум-Сектор в Токио. Вот это неожиданно. Обычно мы там видели больше какие-то внутренние разборки кланов. А теперь Японию затронул глобальный конфликт. Очень интересная строчка про призрак отца Ханза. У нас буквально в сюжете появятся призраки или это какая-то метафора? В принципе, после Кирика и ее сущности в виде лисички я уже не особо удивлюсь, если во вселенной появятся призраки. И что за знакомый, которого встретит Ханза? Обратите внимание, что в оригинале говорится «знакомое лицо», то есть пол персонажа неизвестен. Моя теория, что Ханза встретится с Кирика. Надеюсь, на этой встрече Кирика как-то отреагирует на то, что Ханза чуть не убил Гэнзи, с которым она когда-то дружила. В игре, к сожалению, диалога на эту тему нет, а только какая-то бормотня про оружие и тренировки. Второй рассказ будет про Эш и Боба, а именно о том, как они жили до восстания машин. Рассказ авторства Гинси Элли, той самой писательницы, которая выпустила роман «Банда мертвецов» про молодость Эш и ее знакомство с Кэссиди. У нас, кстати, на канале есть полный пересказ этой книги. Посмотрите, как будет время. Что интересного может быть в этом рассказе? Наверное, эта история лучше раскроет Боба. В «Банде мертвецов» говорилось, что когда началось восстание машин, Боб просто куда-то исчез, а через некоторое время вернулся омникам с самосознанием. Дело в том, что когда омники услышали команду Анубиса о восстании, многие из них сразу напали на ближайших людей. Получается, Боб смог преодолеть эту команду и ушел куда подальше, чтобы не причинить вреда Эш. Возможно, новый рассказ как раз раскроет, как на него повлияли отношения с Эш. Короче, может получиться что-то очень милое и трогательное. Третий рассказ будет посвящен Симметре. Симметра отправится в далекое путешествие, чтобы вернуть ценную вещь Вишкар и старого друга. Тоже очень интересная затравка. Какая ценная вещь может быть у Вишкар? Мне сразу вспоминается звуковая пушка Лусио, которая раньше принадлежала компании. Но может быть, речь идет о каком-то предмете, который мы еще не знаем. И кем может быть старый друг или подруга Симметры? Куда ее или его нужно вернуть? В Вишкар? Это персонаж из Индии. Очень много вопросов, по-моему, эту историю тоже стоит ждать. Наконец, четвертый рассказ будет про приключения Анны и Джека Моррисона. Они продолжают свое путешествие в поисках ответов на вопросы о развале Overwatch. На этот раз Анна и Джек отправляются в Турцию, в Стамбул, где их ждет важный информант, который заявляет, что знает об истинных причинах падения Overwatch. В описании рассказа есть пара интересных моментов. Ну, во-первых, Стамбул. Мне будет просто приятно почитать о месте, где я сейчас живу. Правда, в описании сказано, что он broken, разрушенный. Может, не надо? Стамбул, кстати, упоминался в истории Overwatch. В 2018 году разработчики выложили тизер про операцию в Стамбуле под названием «Белый купол». В отчете говорилось, что на окраинах города проводилась зачистка агрессивных омников. В миссии участвовали Райнхард, Торберн и инженер МРС Реуглу. Тогда многие строили теорию, что МРС Реуглу – это новые герои, но тизер оказался обманкой. В итоге он привел к анонсу Бригитты. Вы спросите, а как же Бригитта связана с миссией «Белый купол»? На этой операции Торберн потерял глаз и руку. Он бы погиб, но его успел спасти Райнхард. В это время жена Торберна как раз ждала ребенка. Девочка родилась, когда Торберн лежал в больнице после миссии. В благодарность за то, что Райнхард спас ему жизнь, Торб сделал его крестным отцом своей дочурки Бригитты. Возможно, в новом рассказе наконец-то раскроют, что за ситуация с омниками была в Стамбуле. Информантом может оказаться и тот самый МРС Реуглу. Мы ведь не знаем, что с ним случилось. Очень бы хотелось надеяться на то, что рассказ станет тизером турецкой карты или турецкого героя, но это Близзард, с ними лучше особо ни на что не надеяться. Итак, мы узнали синапсисы четырех рассказов, а будут еще четыре, о чем они пока неизвестны. Однако, в описании сборника есть кое-какие намеки. Цитата, «Эти и другие истории проливают свет на темнейшие уголки хаоса, творимого нульсектором, в гуще которого принимаются важные решения и рождаются герои. Не пропустите истории о сражениях по всему миру, от улочек Нумбани и переулков Джанкертауна до высочайших этажей башни Линдзян и даже самих звезд». Так, значит, у нас может быть рассказ про Нумбани, Джанкертаун, «Башню Линдзян» и «Звезды». Последнее может касаться лунной колонии Горизонт. Кстати, как и история про башню Линдзян, ведь там сидит руководство компании, которая и построила эту колонию. Есть подозрение, что все эти восемь рассказов в итоге выпустят бесплатно. В отличие от полноценных романов, рассказы по Overwatch обычно просто выкладываются на официальном сайте игры, а в самой игре проходят какие-нибудь мини-ивенты в честь новых историй. До октября остается около девяти месяцев, так что в принципе Blizzard могут каждый месяц выпускать по рассказу. Очень надеюсь, что так и будет, и нам не придется ждать октября, чтобы прочитать все истории. А что там с сюжетным ПВЕ? Да, Blizzard до сих пор так и не сказали ничего нового про сюжетку в игре. Все только «да, работаем, сделаем в этом году». У нас на канале был большой разбор кусочков из ПВЕ-катсценок, которые показали в 2019 году, и в принципе сейчас это все, гадать больше не о чем. ПВЕ точно выйдет в этом году, но когда именно, пока не сообщили. Была инфа, что сюжетка будет подаваться порциями, возможно раз в сезон, но пока это все. И сейчас любителям лора остается только перечитывать старое, дослушать диалоги в игре и ждать, ждать, ждать. Пишите в комментариях, чью историю вы ждете сильнее всего. Лично меня заинтересовали все, и особенно про Ханза. Все-таки этот персонаж уже давно не участвовал в сюжете, хотя давно пора. Подписывайтесь на канал, будем собирать крупицы лора вместе с вами. И увидимся в следующем видео.